Привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас заказ Фаберлик. Он такой большой, классный, что мне уже не терпится открыть его вместе с вами. Первые девчонки, что у меня бросается в глаза, у меня целых две коробки. Это вот такая подушка серии Монстры. Блин, она такая классная! Так, артикул у нее, артикул 11886. Я взяла розовую, подарю дочке. Смотрите, какая она классная. Вообще супер! Здесь такие кожаные черные ушки. Ну и мех такой, ну, не дешевый, слушайте, нормальный. Очень плотно набиты ручки и ножки. Они прям такие тугие-тугие. А сама подушечка, вот, смотрите, какая в толщину. И она тоже очень плотная, набита. Так, у нас здесь материал 100% полиэстер. 25 на 23 на 7,7 см размер. Made in China. Срок службы 12 месяцев. Ну, полиэстер, понятное дело. Вот. А так она очень мягкая, знаете, такая, как вельветовая, что ли. Ну, классная подушечка вообще, просто супер. Мне кажется, ребенку за счастье такое получить. Уверена, что дочь у меня просто будет прыгать от счастья. I'm sleeping. А сзади вот как бы ничего. Классная подушечка. Девчонки, у меня тут есть и новинки. Гели для душа, серия Биомика и помадки. Будем сегодня с вами свочить. Но достаю все в хаотичном порядке. Первое, что попалось под руку, это ультракондиционер для белья с аромокапсулами. Артикул 110-37. Розовенький. Я так понимаю, он цветочками у нас будет пахнуть, наверное. Да, должен. Я розовый, по-моему, не брала еще. Но пахнет здорово. Знаете, здорово и очень нежно. У кондиционеров и берлик не ярко выраженная душка. Вся их прелесть немножко в другом заключается. Они делают белье невероятно мягким. Вот просто невероятно. Я наэкспериментировалась. Все, хватит с меня. Теперь буду брать только этот кондиционер. Потому что в поисках лучшего, поняла, что лучший, это именно он. Для тех, кто не любит отдушку, в этой линейке есть и совсем нейтральные. Но здесь прям вот еле-еле. И белье, оно не будет сильно пахнуть. Для тех, кто любит, чтобы пахло сильно, это не та история. Это для тех, кто любит невероятную мягкость, полотенчики. Ну, просто, я не знаю, они гораздо мягче, чем новые. Прям после этого кондиционера. Следующий продукт тоже серия Дом Фаберлик. Это чистящее универсальное средство для ванной комнаты. Артикул 112-20. И оно тоже очень крутое. Очень-очень. Оно справляется с загрязнениями от мыльного развода, от налета. Ну, в общем, все, что нужно для ванной комнаты, это средство вполне в состоянии очистить. У него тоже весьма деликатная душка. Оно подходит даже девчонке-аллергикам. Ее практически нет. У меня знакомая, она аллергик. И она всегда заказывает это средство. У нее астма. И она в закрытом помещении вот этим средством пользуется. И очень довольна, потому что никаких неприятных ощущений, не задыхается. И в то же время продукт справляется с любыми загрязнениями. Кто не пробовал, девчонки, очень рекомендую. Следующий продукт, это у нас средство для мытья посуды, концентрированное, с углем. Это относительная новинка. Устраняет неприятные запахи. Артикул 118.31. В чем фишка этого средства? В том, что оно не только справляется с загрязнениями на посуду, но и устраняет запахи. То есть, это типа того, что вот у нас мыло есть, да, для кухни Фаберлик. Оно устраняет запахи. И есть средство для мытья посуды. А здесь два этих эффекта объединили. То есть, запах от лука, от рыбы на посуде все удаляет прекрасно. От чеснока и так далее, и другие неприятные. Пахнет яблочком. Мне яблочком. Не знаю, как вам, если тестили, девчонки. Мне пахнет зеленым яблочком. Да. Вот, когда оно, смотрите, вот пузырек прозрачный, консистенция, если вам интересно. Ну, мне кажется, девчонки, оно чуть-чуть погуще малинки. Но с жижи, допустим, яблоко и эвкалипта, которыми я по полгода пользовалась. Видно, да, консистенцию, как переливается. Солнышко нам немножко мешает. Ну, ничего. По густоте, мне кажется, ничего. Когда вы это средство наносите на губку, оно перестает быть черным, оно начинает пениться и образовывается белая пена. Запах очень приятный, девчонки. Я не пожалела, что взяла. Запах приятный. Если еще и устранять запахи, 0+, обращаем на это внимание. Супер. Буду тестить. Ну, а вот и мыло, про которое я только что говорила, устраняющее запахи для кухни. Это у нас аромат водяной лилии. Артикул его 112.05. 112.05. И пахнет оно классно. Это лучше, чем цветочное, однозначно. Какой-то я еще там пробовала фрукты экзотические, да. Это лучше. Это действительно запах какой-то, какого-то такого, знаете, красивого букета. Я не знаю, как пахнет водяная лилия, но аромат лилии здесь присутствует. Здорово пахнет. Вы знаете, я, пожалуй, поставлю его даже рядом с мылом, у которого аромат кофе, потому что он у меня был на сей момент в фаворитах. Мыло классное, запахи действительно устраняет. Всегда стоит у меня на кухне. Еще один продукт серии Домф и Берлик. Это у нас отбеливатель кислородный для слепительной белизны вещей. У меня его взяли на заказ, заказали, точнее, знакомые. А я пользовалась из этой линейки только пятновыводителем таким же, сухим. И он мне очень нравился. Гораздо больше, чем жидкий и тем более бесполезный абсолютно для меня спрей. И он у нас был по хорошей акции, если мы возьмем два продукта из этой серии. Первым продуктом я взяла себе карандаш, который очень давно жду по акции, пятновыводитель. Мы сейчас с вами, девчонки, обязательно попробуем вывести какое-нибудь пятно. Как же без этого? Артикул отбеливателя у нас 110,49. Здесь 500 грамм внутри. Должна быть вообще мерная ложечка. Да, она есть. Смотрите, здесь голубые гранулы, мерная ложечка. Ничего, кстати, не зафольгировано, просто так вот. Сейчас будем тестить карандаш. Пойду искать какое-нибудь пятно. Есть у меня одна кофточка, которую, к сожалению, не ношу. Именно из-за того, что посадила сюда пятно от тональника. Видите, да, коричневое. И оно не выстирывается. Сейчас будем пробовать карандашик наш. Так, вот как он выглядит. Артикул его 111,52. И что нам надо делать? Я так понимаю, нам нужно оторвать одну полосочку. Смотрите, их здесь несколько. Вот, видите? Отрываем одну полосочку. Вот, половина оторвалась. Пусть будет так. И, девчонки, буду сейчас тереть. Я намочила кофту. И нам нужно написано тереть до образования пены. Белой. Чем я сейчас, собственно говоря, и займусь. Ой, а пятно отъедается сразу. Смотрите. Я вот этой стороной тру. Он стирается. И получается не белая пена образовывается, а вот эта вот коричневая от тонального крема. у меня сходит. Слушайте, ну пены у меня нет. У меня просто вот как бы скатывается. Смотрите. Да? Видно? Вот оно. Вот оно. На коробочке написано, что нужно подождать 10-15 минут, а потом смыть. Поэтому я вот в таком виде оставляю свое пятно. И пока мы с вами будем дальше смотреть заказик, пусть оно немножко полежит. По акции в этом каталоге был спрей водный имбирный пряник. Я не могла пройти мимо. У меня заказали зимние ягоды, а я заказала себе имбирный пряник. Я очень его люблю на холодное время года, на зимнее. Это просто шикарный аромат. Он из всех водных освежителей Фаберлик в воздухе держится дольше всего. И он классный. Там вот есть вот действительно пряничный какой-то аромат. Я чувствую корицу супер. Артикул его 113-33. Здесь есть у нас такой удобный клапан. От деток можно закрывать, да, чтобы не баловались. Потому что у меня ребенок очень любит с ним по дому бегать и распшикивать. Артикул зимние ягоды 112-33. Но зимние ягоды, девчонки, с имбирным пряником в сравнении даже не идут. Ну, это лично мое мнение. Этот в воздухе держится меньше. И не такой он вкусный. Освежители у нас безопасные для детей и животных. Они водные и увлажняют помещение. И в заказике снова две краски Фаберлик Эксперт Калор, но не для меня. Потому что я в этот раз буду тестировать другую красочку. От Эйвен, меня бы просили девочки. А это для моей соседки. Ей очень понравилось, как я делала себе на волосах переходы. И мы с ней решили затеять, в общем, такое дело. 7,1 пепельный блондин мы будем красить корешки. И 9,1 мы будем красить остальной волос. Амбре, не амбре, не знаю, как это называется. В общем, будем наводить сегодня красоту. Я делала то же самое, только у меня на корнях 7,1, так же, как и здесь будет. А по всей длине у меня 8,1. В следующий раз я обязательно тоже сделаю все 9,1. Мне хочется, чтобы основная длина была посветлее. Краска супер, краска стойкая. Жжет волосы, ну не знаю, не больше, чем дорогие люксовые краски для волос. Цена 100 с небольшим рублей смешная для такой качественной краски. Артикулы, девчонки, краски 7,1 пепельный блондин 180-38. И 9,1 очень светлый пепельный блондин 180-48. Краски супер. Паста Фаберлик Эксперт Фарма 200+, концентрированная. Меня заказали. Есть любителей очень много, я знаю, о этих паст. Я не люблю, мне плохо они очищают зубы. Артикулы 16.33. У меня плохо на лед сходил с зубок, вот с этой пастой вместе. Они идут, кстати, фальгированные, как бы запечатанные, все нормально. Многие любят эту линейку. Нет, я от нее отошла, пользовалась относительно долгое время. Нет, были проблемы с зубами даже после нее. Поэтому я больше пасты Фаберлик не беру. Наверняка в начале каталога подвесочки со знаками Зодиак. Ну, тоже не могла я пройти мимо, уж очень интересно они выглядели. У меня целых две девчонки. Одна из них рыбы, это у меня заказали в такой коробочке, да? А вторая моя, водолей. Вот. Сейчас мы с вами распечатаем. И посмотрим. Коробочка бумажная. С золотой надписью Фаберлик. Уже гремит там цепочка, слышу. Вот так она выглядит. Картон обычный, да? А внутри у нас красиво, очень красиво. Здесь вельвет черный, черный такой бархат. И как бы нам достать саму подвесочку. Вот, смотрите, вот в этот бархат, а внизу поролон. Достаем цепочку. На подарочек, кстати, очень мило. Смотрите, вот она коротковата, я знала. И хорошо, что здесь в запасе еще есть 9 сантиметров. Цепочка сама, смотрите, обычная, да? В золотом цвете. И вот, что у нас собой представляет знак водолея. Я смотрю, такая с другой стороны, да? И кажется, что это какая-то помятая, десятикопеечная монетка. Вот с другой стороны, как это выглядит. И здесь у нас три камушка. Какие-то волны нарисованы, человек над ними склонился. Птицы в небе, что ли, море. Ну, интересненько. Может быть, вот на этом фоне вам будет лучше видно, что она себя представляет. Вот такая подвесочка, да? Такая вот она вся неровная, выпуклота, вмятая, да? А с обратной стороны просто вот неровности. Сейчас мы ее оденем, посмотрим, как она будет смотреться. Вот так она смотрится. Это максимальная длина. Я бы, конечно, хотела подлиннее. Вот издалека. В принципе, очень неплохо. Смотрите, если 43 сантиметра, она будет под шею. Вот. Вот так вот. Мне прям впритык на мою шею. 43 сантиметра, да? А вот максимальная длина. Вот так еще куда не шло. Очень симпатичненько. Кстати, я не разочарована. Неплохая подвесочка и смотрится шикарно. Замочек я вам не показала. Здесь классический, да? Вот такой вот. И на конце цепочки вот такая вот маленькая. Весюлечка. И вот этот вот запас, да? 9 сантиметров. А вот сама цепь начинается. Ну, неплохо, девчонки. Смотрится неплохо. В принципе, я довольна. Так, дальше у нас новиночки. Крем-зима. Обновленная линейка в этом году. У нас такая вот интересная. Две штучки у меня их. И один не мой. Второй я вам сейчас открою. Артикул его 0934. Это ультрапитательный крем для лица, рук и тела. Я в том году брала линейку зима. Красная у нас, да, была она. Очень-очень мне понравилась. В этом году решила и новиночку не обойти стороной. Здесь 170 миллилитров. Фольгировано все. И посмотрим сейчас с вами по текстуре. Частями отрывается. Так. Смотрите. Смотрите, какой густой. Он, конечно, потряхивается, да? Но прям слегка-слегка. Я сейчас с этой фольги на руку нанесу. И посмотрим с вами. Запах классный. Запах, мне кажется, знаете, тоже вот что-то есть от морозной ягоды, да? Какие-то ягодки и цветочки. Вот что-то такое. Такая композиция интересная. Но мне нравится запах. Запах сладенький. И он довольно насыщенный, ярко выраженный. При распределении по ручкам. Так, что могу сказать? Сейчас еще наберу. Он прям, смотрите, густой-густой. Прям очень густой. Ручки мягкие. Он действительно питательный. Насколько он лучше прошлогоднего. Ну, не знаю, по-моему, то же самое. Такой же плотности для сухих рук, для сухих частей тела. Там пяточки, да? И на лицо его тоже можно наносить. Классно. Ручки увлажняют классно. Крем действительно питательный. Знаете, еще запах меда почему-то чувствую. Вот что-то, да, есть такое немножко запах меда. Ну, в общем, аромат интересный. Но он действительно ярко выраженный. Поэтому, кто не любит, смотрите. Здесь у нас 6% масла ши. Это очень здорово. Не, вкусно. Мне нравится. Я люблю, когда аромат выражен. Кремушек понравился. Новинка классная. Ручки прям напитанные, напитанные. Смотрите. Прям здорово. Мне нравится. Я буду с удовольствием пользоваться и затарюсь, возможно, еще в запасе. Два геля для душа. Я, как и обещала, взяла елку и сладкое чудо. И, девчонки, я, конечно, все понимаю, но Фаберлик тут очень здорово схитрил. Я смотрела обзоры, где девочки говорили, что елка – это оливый бергамот. Мне не нравится этот запах. У меня была почти вся эта линейка полностью. Он какой-то, мне кажется, шипровый, мужской, но не очень. И видела, что здесь у нас оливый бергамот налили, а здесь какой-то из бьюти-кафе. Не помню, девчонки, точно брать не буду. Это оливый бергамот. Что вы думали? Никакой елкой здесь не пахнет и в помине. Я вообще не чувствую елку. Я чувствую бергамот. Это опять какой-то шипровый аромат. Мужской елкой не пахнет вообще. Просто вообще. Артикул. 24,90. Часто, кто любит оливый бергамот, заказывайте на подарочек, симпатично. Но я ожидала другого аромата, если честно. И второй – сладкое чудо. Вот так вот он миленько тоже выглядит. Артикул его 24,92. И здесь какой-то аромат из бьюти-кафе. Я не очень много продуктов брала из этой линейки, поэтому не вспомню. Печенька с чем-то сладеньким. Вот если есть в бьюти-кафе, девчонки, что-то такое, напишите. Сладкое чудо печенька с чем-то вот таким сладким. Ну, вот этот аромат мне нравится больше. Гораздо больше. Этот, скорее всего, я отдам мужу, а может быть, кому-то подарю. Мне он не понравился. Я не люблю оливый бергамот, линейку из-за аромата. Дезодорант Цельсию с мужа взяла девчонки по баллам Фаберлик Клубе. По-моему, 15 баллов он стоит, что ли. Артикул 0529 это антиперспирант, потому что многие путают. В Фаберлике далеко не все дезодоранты антиперспиранты. Мужской вообще, по-моему, Цельсиус еще один. Все остальные просто парфюмированные. Мужу нравится аромат вот этой линейки, как она у нас называется, Цельсиус, тоже нравится. Поэтому вот берем уже и не первый раз. И защищает от пота, кстати, он тоже нормально. В этом каталоге было детское жидкое мыло 3+, Техно Китс. Взяла, его всегда пригодится. Умываться, подмываться и так далее. Это у нас получается аромат... Ой, жвачки. Да, аромат жвачки какой-то. Это гипоаллергенные отдушки и пищевые красители, кстати. Потому что на кошку малину у нас жуткая аллергия. А это на линейку Техно Китс не было еще. Но прикольно, пахнет какой-то жвачкой и здорово. Артикул, я вам говорила, девчонки, 23,56 такого мыса. Конечно же, взяла мыло фигурное туалетное, символ года, мышку. Целых 4 штуки. Сейчас одну с вами откроем, посмотрим, что она из себя представляет. Это у нас артикул 24,93. Сейчас, мне кажется, их моментально расхватают. Как всегда, под Новый год их на складе не будет, поэтому запасайтесь заранее. Цена очень бюджетная, здесь 60 грамм. И сейчас мы с вами откроем и посмотрим. Так, вот и мышулька. Смотрите, какая милая, да? Милая такая мышка, глазик закрыла. Сзади написано, кстати, хаберлик. Аромат классный. Аромат реально классный. Он похож на аромат вот этого геля для душа. Вот очень похож. Такой сладенький. И даже какая-то кислиночка есть. Если здесь вот я чувствую еще печеньку, то тут то же самое, только без печеньки. Сладкий такой теплый аромат. Вообще здоровский. Небольшая кислиночка. Класс. Пахнет здорово. Если сомневаетесь, берите. Я не пользуюсь твердым мылом. Я взяла чисто, знаете, так побаловаться и на подарочки. Ну и ребенку положить. Может быть, ей интересно будет мыть ручки. Ой, не, мне очень нравится запах. Значит, девчонки, у меня заказали палеточку. Вы у меня могли бы видеть ее в обзорах где-то, да, для скульптурирования. Моя любимая палетка. Я считаю, она крайне удачная у фаберлик. Скульптор от очень приятного цвета, такого, знаете, благородного, холодного, коричневого, без всякой там рыжины. Они румяна, крайне удачные, вы видели, у меня их на глазах много раз вместо теней. И хайлайтер здесь очень с деликатным свечением, он крутой. Это не моя палетка, я бы вам открыла и сделала свочи. Но я их делала. Я постараюсь найти это видео и оставить вам либо в подсказках, либо в конце видео. Перейдете тогда. Артикул у нас 60-73. И эта палетка у нас есть в фаберлик-клубе. Всего лишь за рубль, девчонки. По-моему, 85 баллов она стоит. Кто не пробовал, я вам очень советую, кто любит заниматься вот такими вот делами, скульптурированием лица, выделением отдельных частей его. Она очень удачная. Здесь оттенки подобраны, ну, просто супер. И вот в каталоге, в следующем у нас будет подарок за регистрацию, да, палетка новая из пяти оттенков. Там три оттенков вот из этой палетки. Поэтому можно не разоряться и ту не брать. А вот это вот за рубль в фаберлик-клубе. Просто красота. Кисточки были по очень привлекательной цене. Одна из них, эта кисть у нас для нанесения румян не моя, у меня такая же есть. Вот она. Эта кисточка очень классная. Она хорошо набита. Я ей пользуюсь уже месяцев 6-7. И хоть бы один волосок выпал или какой-то дискомфорт. В общем, кисти у фаберлик меня устраивают на все 100%. Артикул этой кисточки 110-98. В каталоге у нас при покупке двух были желтые ценнички, да. И я себе взяла вторую, которой в моей коллекции нет. У меня их, наверное, штук 5 или 6 кистей фаберлик, а это еще не было. Это для растушевки теней. У нас, да, кисть для растушевки. 116-21 ее артикул. Вот такой мне кисти действительно девчонке не хватало. Вот такой малышке, которой, мне кажется, будет очень удобно тушевать тени. Она невероятно мягкая. В то же время она плотно набита. Класс! Вот такой кисть я давно хотела. По-моему, она вышла что-то рублей за 99. И плюс еще скидка консультанта. Ну, вообще бюджетно. Прям вот здорово. Так комфортно кистями фаберлик касаться кожи. Не знаю, мне очень они нравятся. Напоследок, как говорится, мои хорошие, у нас новиночка Биомика. Я взяла потестить мицеллярную воду для всех типов кожи. С PH5.0 и при биотиком в составе. И помадка. Это все у нас вместе. Почему? Потому что нам сейчас нужно будет стереть эту. Заодно потестим мицеллярку и расскажу вам про помаду. Я смотрела обзоры у девчонок. У Випов, которые брали эту водичку уже несколько недель назад. Я слышала отзывы, что она щиплет глаза. Я вам скажу обязательно потом. Или в пустых баночках, но это будет не скоро. Или если вам интересно, пишите под видео. Я вам отвечу сегодня вечером. Буду снимать макияж ей. И протестирую. Так, я нанесла на диск. Аромат очень приятный. Знаете, такой люксово-цветочный. Какого-то парфюма. Прямо аромат действительно приятный. Сейчас попробуем снять матовую помадку. Там и карандаш у меня. Хорошо все снимает. Прямо с первого раза. Ну вот посмотрим, будет ли она щипать глаза или нет. Артикул, кстати, мицеллярки у нас 1244. Пахнет классно. Она без СЛС, парабенов, мыла, без спирта. Без этилового спирта, заметьте. Может быть здесь метиловый есть. И здесь еще подвох. PH находится в диапазоне от 4,5 до 5,5. Но посмотрим. Мне интересно на самом деле потестить. Здесь 300 мл. А помадка у меня, девчонки, это полуматовая губная помада «Бархатный сезон». Артикул ее 454. У меня помады «Бархатный сезон» нет ни одной. Поэтому мимо акции в 16 каталоге я пройти не могла. Все вроде как пробовала, а вот «Бархатный сезон» все никак. Так, здесь у нас колпачок на магнитике. Классно. Ой, мне нравится. Вот они магнитики, кстати. И оттенок у меня какой-то персиковый. Сейчас с каталогом сравним с вами. Вот как он выглядит. Ну, красивый. Нанесу на губки и сделаем сводч. Ой, какой красивый. И пахнет она приятно. Он прям насыщенный, слушайте, можно наслаивать. Мне очень нравится. Хорошо, что он такой прям не оранжевый, как у меня есть такие помадки от «Фаберлик». Они были заявлены вроде как персиковые, а на самом деле оранжевые. Я боялась, что эта такая придет. Это полуматовая помада. Написано, да? Но я бы сказала, что она матовая. Мне кажется, у девочек, у которых губы склонны к шелушению, будет подчеркивать недостатки и вызывать сухость. Она прям такая, знаете, сухая. Но я люблю такие помады. Я лучше губки лишний раз поскрабирую, но накрашусь матовой помадой. Так, сводчик сейчас с вами сделаем, девчонки. Мне кажется, на руке она выглядит розовее. Хотя нет, вроде так же. Сейчас каталог поищу. Нет, девчонки, с каталогом сравнить не судьба, потому что мне забыли положить на пункте выдачи каталог. Новый придется ехать, забирать. И старых у меня тоже нет, я их выкидываю. Но в целом красивая очень помадка. Мне понравилась. Довольно естественно выглядит на губах. Мне кажется, освежает. Прям такой цвет, да? Очень красивый. Мне нравится. Я довольна. И текстура, это вот я такую люблю. Но опять же повторюсь, что для тех, у кого сильно сухие губы и есть какие-то шелушения, будет подчеркивать, будет однозначно красиво. Вот. Так, девчонки, а про пятно-то мы забыли. Вот как оно выглядит. Где оно? Вот как оно выглядит сейчас, да? Видите, такой коричневый какой-то. Пойду смывать. Девчонки, смыла. Пятна практически нет. Вы помните, какое оно было вначале, вот в этом месте? Но его как бы нет и вместе с золотыми полосками, которые здесь проходили. Но это не видно особенно здесь, потому что они так как-то хаотично. Но они тоже оттерлись, да? Серебристые полосочки. Так, вот. Вот в этом месте. Чуть-чуть вот я его вижу. Если еще один раз, мне кажется, потереть его, точно не будет. Так что карандаш теперь у меня в любимчиках. Девчонки, он действительно удаляет пятна застарелые. Этому пятно несколько месяцев. У меня кофта так и лежит. Я очень довольна. Средство супер. Ну, вроде все, девчонки. Все разобрали с вами. Все посмотрели, потестили, посвочили. На мицеллярочку сегодня вечером попробую. Если интересно, пишите в комментариях, отвечу. Пишите, какие у вас впечатления от новинок. Попробовали уже в эту линейку или нет. Как вам гели для душа, кстати? Может быть, я одна такая привередливая. На самом деле, кому-то он пахнет елкой. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их под видео. Пишите свои комментарии. Всегда с удовольствием их читаю и отвечаю на них. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь до следующих видео. С вами была Светлана. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok